МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого караганинского новости. В студии я, Анна Ишалкарбек. Здравствуйте. Коротко главных событий огня. По итогам 9 месяцев года Караганинская область заняла 9 место среди 16 областей республики. В областном Экемате подвели итоги исполнения бюджета. Около 4 тысяч вкладчиков финансовой пирамиды Аптовка могут не вернуть свои деньги. По словам прокуроров, в одном лишь майкудуке люди составили договора с руководством фирмы почти на 1 миллиард тенге. Теперь я несчастная возле этого стою. Потому что ограбили. Это Елена Анатольевна здесь ни при чем. Если это пирамида, так скажите, пожалуйста, каким образом она расширяется. Кузница литературных кадров. Карагандинский клуб поэзии «Жиржаухар» отпраздновал 10-летний юбилей. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По данным Министерства финансов, Карагандинская область занимает 9 место среди 16 областей республики в части эффективности исполнения бюджета. Итоги исполнения бюджета за 9 месяцев обсудили на аппаратном совещании в областной администрации. Главная особенность исполнения бюджета Карагандинской области – его антикризисная направленность и стабилизирующая роль. Об этом в своем докладе говорила руководитель областного управления экономики и финансов Ольга Чернявская. В нынешних непростых экономических условиях перед акимами регионов и администраторами бюджетных программ стоит основная задача – повышение эффективности использования бюджетных расходов и, соответственно, обеспечение качественного исполнения бюджета. Доходы исполнены в сумме 91,7 млрд. тенге или 104,6 к плану на отчетный период. Темп просто экономичного периода прошлого года составил 106,4%. Налоговые поступления составили 85,5 млрд. тенге или 103%. Неналоговые – 3,5 млрд. тенге или 165%. Поступления от продажи основного капитала 0,7 млрд. тенге или 126,2%. На аппаратном совещании также было отмечено, что из 18 регионов план по собственным доходам выполнен в 17. Общую картину портит лишь город Сарань. Выполнение плана там составляет чуть более 97%. Это кратко о доходах Карганинской области. Что касается расходов, то исполнение расходной части областной казны за третий квартал составило более 169 млрд. тенге. При плане – 171,5 млрд. тенге. Или 98,8%. Остаток недоиспользованных средств сложился в сумме 2,1 млрд. тенге. Из них целевые трансферты из республиканского бюджета 1,7 млрд. тенге или 82,7% в общем объеме неосвоения. Следует отметить, что по объективным причинам неосвоено 483,2 млрд. тенге. По сути, активным – 1,611,8 млрд. тенге. По объективным причинам 483,2 млрд. тенге или 23,1% от общего объема неосвоения – это в основном сложившаяся экономия по итогам госзакупок. Основная часть неосвоенных средств – около 80% – это так называемые субъективные причины – отсутствие актов выполненных работ, несостоявшиеся конкурсы и позднее проведение конкурсов. На своевременную реализацию бюджетных инвестиционных проектов глава области обратил особое внимание, обращаясь к Акимам регионов и администраторам бюджетных программ. «Привлекаемые финансовые средства – это не наши здесь руководители области отдельные фантазии. Это ваши заявки, ваше видение развития ваших регионов, ваших объектов. Вы отстаиваете необходимость, целесообразность и возможность реализации этих проектов, в том числе и в деспубликанских органов. И, конечно, если нам удалось доказать целесообразность и реализуемость этих проектов, то принципиально важно это на деле показать. Выделенные финансовые средства освоить и ввести те объекты, которые требуются вводить в соответствии с графиками. Поэтому, реализовывая еще раз и обращая внимание на то, чтобы к реализации этих проектов надо относиться максимально серьезно, ответственно, если есть необходимость переходить в режим ручного управления, времени осталось немного до конца года. Думаю, другие направления могут потерпеть внутри ваших функциональных обязанностей в пользу реализации вот этих бюджетных и вестиционных проектов». По данным Министерства финансов об исполнении бюджета на 1 октября, по эффективности реализации Карагандинская область находится на 9-м месте среди 16 областей республики. Андрей Тенулжацгабасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Абайский район с рабочей поездкой посетил 1-й заместитель Акима Карагандинской области Асулбек Дюсиваев. О социально значимых объектах и рабочем совещании подробно в следующем сюжете. В ходе поездки 1-й заместитель главы региона ознакомился с ходом реконструкции бывшего детского санатория, где уже в этом году планируется разместить детский сад на 75 мест. Открытие запланировано на 1 декабря. Затем состоялся осмотр строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры по улице Школьная для решения проблемы обеспеченности инфраструктуры земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. На средства национального фонда и областного бюджета в городе Абай строится порядка двух километров водопроводных сетей, около двух километров тепловых сетей, около полутора километров электрических сетей. «По городу еще надо изолировать. Мы планируем это, где-то суммы, где-то миллиард нам надо, чтобы сети эти заменить по городу. Нет, не заменить, а вот в Уфае. А в этом году то, что меняем, на этом заканчиваем, это еще 20 не остается. Следующим объектом посещения стало строительство крытого бассейна. Объект реализуется по поручению главы государства, которое президент дал в связи с обращением абайских ветеранов и шахтеров. Проект предусматривает пропускную способность 48 человек в смену. Асалбек Дусибаев поддержал реализацию проекта и дал поручение ответственным органам предусмотреть средства на завершение строительства на следующий год. Присутствующий на объекте почетный ветеран шахтер Николай Дудкин поблагодарил руководство области за заботу о здоровье подрастающего поколения и поддержку таких социальных проектов. Так что мы рассчитываем на вас прямо с большим желанием. Ну вот мы поэтому приехали посетить, сейчас вот проведем, посоветуемся как. И, наверное, с января месяца будет начать уже с января. С января? Да. С января месяца. Так получится, да? Получится, получится. В завершение рабочего визита первый заместитель Акима области провел рабочее совещание с руководителями местных организаций. Асалбек Дусибаев дал ряд конкретных поручений по работе каждого объекта посещения. Он также поручил предусмотреть целевые трансферты на ремонт автодорог Абайского района и реконструкцию центрального парка города Абай. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 25 октября в рамках 25-летия независимости Казахстана в Рижсоцганском историко-археологическом музее состоялась акция в поддержку казахстанской семьи. Акцию организовали Совет общественного согласия и Совет матерей областной Ассамблеи народа Казахстана. Почетным гостем выступил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Яралы Тугжанов. Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Яралы Тугжанов принял участие в открытии музея имени основательницы детского дома Маруу Кугушевой. Работники детского дома показали гостю здание, в котором многие годы трудилась женщина, ставшая матерью-сиротом. С благодарственной речью выступил супруг Маруы Апай Сапаргали Хайрулаулы. Благодаря ей в Казахстане появился первый дом детства семейного типа. Ее труд высоко оценили на уровне правительства. Ее труд отметили орденом Курмет. Она дала путевку в жизнь многим детям, которых воспитывала с первого по восьмой класс. От имени родных Маруы Кугушевой супруг передал руководству детского дома сертификат на один миллион тенге, а ее воспитанники рассказали, какой она была. Далее Ералы Тугжанов посетил Жасказганский историко-археологический музей. Гостей встречали традиционным шашу. Акция в поддержку казахстанской семьи началась с вручения талисманов. Ералы Тугжанов лично поприветствовал семьи, которые приняли участие в мероприятии. Заместитель председателя ассамблеи отметил, что крепкая семья – залог процветающего Казахстана. Огромное спасибо семьям, которые приняли участие в акции. Своим примером вы показываете всю ценность института брака. Желаю, чтобы вы стали примером для молодежи. Семья – это не просто узы брака, это маленький Казахстан. Акция завершилась концертной программой. Участницы ансамбля «Ахажелер» дали собравшимся свое благословение. Айямамрина Андрей Тимофеев, первый карагандинский. Карагандинский. Скандал вокруг ареста основательницы финансовой пирамиды «Оптовка» Елены Колесниковой набирает обороты. По словам прокуроров, массовые недовольства вкладчиков могут перерасти в несанкционированные митинги и акции протеста. Надзорный орган сообщил, что предпринимательница хотела сбежать из Казахстана и даже перевезла детей в Россию. Вкладчики «Оптовки» собрались у офиса фирмы с требованиями, чтобы им дали разъяснение. Люди не верят, что Елена Колесникова могла их обмануть. По словам вкладчиков, все заявления в ДВД посыпались только после ее задержания. Когда ее закрыли, люди стали обращаться. И то почему? Потому что давят на них. Пишите, пишите, пишите. Инвалид второй группы Надежда Уразалинова со слезами на глазах рассказывает, какую помощь ей оказала предпринимательница. По словам пенсионерки, благодаря процентам саптовки она смогла улучшить свое материальное положение. А с тех пор, как узнала об аресте Колесниковой, у женщины резко ухудшилось самочувствие. У меня инфаркт будет. Меня уже в больницу определяют. Сколько можно над народом издеваться, скажите, пожалуйста. Сколько можно. Ни разу Анатолина не обманула. Ни разу она все выполняла. В любой момент ты мог прийти и забрать свои деньги. Если это пирамида, то почему ей разрешили открыть отдел? Почему разрешили? Это что, она сама открыла вот это все? Собравшиеся люди твердят, что оптовка могла просто кому-то помешать. До 5 октября никто из вкладчиков не жаловался. Я хочу, чтобы ее счет разморозили. Она согласна дать деньги. Противоправного ничего нет в ее работе. Дайте ей работать. А дальше народ сам решит, работа с ней дальше или нет. По данным прокуроров, содержание под стражей не мешает задержанной предпринимательнице возвращать деньги вкладчикам. После ареста были проверены ее счета, на которых, кстати, денег совсем немного, сообщил прокурор Азамат Тлешев. Также, с его слов, из имущества у бизнес-леди имеется только новенький автомобиль «Лексус». Постоянного места жительства у нее тоже не было. Машины и изъятых денег не хватит, чтобы вернуть и половины вкладов. Однако, отдельные лица, игнорируя эти условия и законы, избегая совместного конструктивного диалога, провоцируют вкладчиков на проведение незаконных акций протеста. Идет намеренное распространение ложной информации с элементами разжигания социальной и национальной розницы. Такие действия противоречат законам Республики Казахстан. В этой связи призываю граждан не поддаваться на подобные действия, проявить твердую гражданскую позицию в целях сохранения стабильности, сохранения общественного порядка. Также прокурор пояснил, что в настоящее время в полицию уже обратились 53 вкладчика. Точная сумма ущерба пока не подсчитана. Сама подследственная никак не смогла подтвердить легальность деятельности фирмы. Никаких договоров, с какими бы то ни было компаниями, Колесникова не предоставила. Свою вину бизнес-леди тоже не признала. А имам Ренажа Сула Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. За 9 месяцев года специалисты Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции выявили более 40 тысяч нарушений. Установлены системные нарушения законодательством. В областном филиале партии Нур-Отан провели очередное совместное заседание Общественного соета по противодействию коррупции. Качественное оказание государственных услуг. На сегодняшний день это, пожалуй, главное требование, которое предъявляет Карагандинский областной филиал партии Нур-Отан ко всем государственным органам. Департамент государственных доходов. Это госорган, который, наверное, теснее всех общается с населением. Налоги, таможенные сборы, выдача различных лицензий и разрешений. Всего департамент предоставляет 53 вида государственных услуг. В целях минимизации контактов, недопущения фактов коррупционных проявлений и повышения качества оказания государственных услуг проводится постоянная работа по расширению максимального увеличения количества услуг, оказанных в электронном виде. На сегодняшний день из 53 услуг 34 услуги автоматизированы. Иначе говоря, многие услуги граждане могут получить через интернет либо в цонах. Однако не все так гладко, как докладывают руководители. Специалисты Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что за 9 месяцев года проведены проверки 58 госучреждений области. Установлены системные нарушения законодательства. Всего в ходе проверок департаментом по Курганинской области выявлено 43 тысячи 78 нарушений. В дисциплинарной ответственности по итогам проверок были привлечены 61 сотрудник государственных органов и организаций, оказывающих государственные услуги. Количество выработанных рекомендаций по итогам проверок для повышения качества оказания государственных услуг 218. В настоящее время все рекомендации были исполнены. Наиболее распространенное нарушение – это оказание государственных услуг ухода при отсутствии полного пакета документов услугополучателей. Это 14 600 нарушений. На совместном заседании Общественного совета по противодействию коррупции обсудили работы и управление внутренней политики, и управление по вопросам молодежной политики. Этим государственным органам рекомендовано активизировать информационную и разъяснительную работу, направленную на борьбу с коррупцией. Выявленные факты коррупционного нарушения партийцы намерены анализировать на подобных заседаниях. Мувап-2050 – это республиканская коммуникационная площадка, где любой желающий может поделиться своим видением актуальных вопросов развития страны и гражданского общества. Организаторы заявляют, что это мероприятие объединило молодых и успешных казахстанцев, лидеров нового поколения, ни много ни мало чувствующих ответственность за будущее страны и готовых брать инициативу в свои руки. Модераторами семинара выступили известные политические и общественные деятели Ерлан Карен и Айдос Сарым. Они рассказали о своем видении развития гражданского общества. «Мне кажется, что сегодня, когда мы говорим о строительстве на Англике, о строительстве принятия больших стратегий для страны, для нации и так далее, мы прежде всего должны задаться, в какой нации это предназначено, для какой страны это предназначено и так далее. Когда мы на эти вопросы честно отвечаем, то мы понимаем, что речь идет о казахском народе. О казахском народе понимаем, как все 18 миллионов граждан этой страны». Помимо общего заседания, на встрече прошли различные рабочие и дискуссионные площадки по различным направлениям, бизнес и экономическая стабильность, социальное преобразование и строительство гражданского общества, стабильное будущее и инновации. Среди участников – представители всех регионов Казахстана. В ходе встречи подведены итоги работы движения. За три года обсуждена программа дальнейшей деятельности организации. «Достигнуты очень хорошие результаты, в том числе один из проектов, которые реализовались по всем регионам Республики Астана – это гражданские советы, где население через эти гражданские советы могут активно реализовать свои идеи, предложения, решать свои проблемные вопросы не только касающиеся республиканского масштаба, но и частные проблемные вопросы, касающиеся двора, улицы. Повседневные обыденные проблемные вопросы». По итогам встречи участники приняли резолюцию гражданских активистов, которая будет направлена во многие государственные ведомства в виде рекомендации. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинский клуб «Поэзия Жиржаухар» отпраздновал 10-летний юбилей. Участники клуба провели отчетный концерт в стенах театра имени Константина Станиславского. Юные поэты декламировали о собственной стихе, пели песни, рассказали о будущих планах. На вечере поэзии побывала Ай Мамрина. Карагандинский клуб «Поэзия Жиржаухар» был основан в 2006 году. С тех пор каждый год ряды поэтов пополняют новые участники. Многие из авторов трудятся в разных государственных организациях. Основатель клуба, а ныне наставник молодых поэтов Алмаз Морзахметов верит, что поэзия бессмертна и может объединить людей разных профессий. Поэзия рождается в обществе. Стихи пишут не абстрактные существа, а люди, которые живут в социуме. Их творения рождаются от влияния внешних факторов. Изменения в жизни всегда отражаются в стихах поэтов. Да, им не платят за стихи большие гонорары, но, возможно, через века их творения останутся в летописи. Сейчас в клубе порядка 60 участников. Многие из них студенты. Они приходят в клуб, чтобы поделиться своими новыми стихами и услышать критику, либо похвалу. На сегодняшний день в клубе 60 участников. Это студенты и уже состоявшиеся поэты. Мы встречаемся один раз в неделю, обсуждаем новые тенденции в поэзии, делимся стихами, готовимся к конкурсам. Клуб «Жиржаухар» стал кузницей поэтов. По словам основателей, карагандинские любители поэзии еще не раз прославят Казахстан. Аймамрина, Исламбек, Успан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 620 человек трудоустроены на постоянные и временные рабочие места за 9 месяцев текущего года по программе «Дорожная карта занятости 2020» в городе Сарань. Это в три раза больше, чем за отчетный квартал прошлого года, отмечают специалисты центра занятости. Кроме того, бывшие безработные могут рассчитывать на переобучение, стабильный заработок и даже открытие собственного бизнеса. В этом году на социальные рабочие места в Саране трудоустроено 17 человек. Они благополучно трудятся на пяти предприятиях города. Инженер-обогатитель Ирина Золотарева работает начальником производства на ТО «Сабурхан Технологис». Два года назад она потеряла работу и обратилась в центр занятости. Специалисты центра направили ее в компанию «Сабурхан Технологис». Теперь под руководством Ирины трудятся несколько десятков работников. Хочу поблагодарить центр занятости города Саране за то, что нашли, помогли найти мне работу на ТО «Сабурхан Технологис». Благодаря ему я нашла постоянную работу с хорошей оплатой труда. Центр занятости Саране реализует программу «Дорожная карта занятости-2020» по трем направлениям. Это обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, стимулирования предпринимательской активности, а также содействия в трудоустройстве через обучение в рамках потребностей работодателя. Именно благодаря третьему направлению нашла себе работу Вера Хайдарова. Она прошла обучение на курсах повара. Пришла в центр занятости по объявлению обучиться, так как находилась в декретном отпуске. Предложили профессию повара, с удовольствием отучилась. Училась 4 месяца, каждый месяц получала стипендию. По окончанию учебы отправили на практику в ТО «Оптимальный». Получила корочку и устроилась сюда работать. В 2016 году на реализацию программы в Саране выделено более 88 миллионов тенге. На стимулирование предпринимательской активности – 36 миллионов тенге. Выдано 11 кредитов, создано 12 рабочих мест. В первую очередь плюсы – это то, что каждый человек, который обращается в центр занятости, он не остается без внимания. Конечно, это оказывается посильная помощь в трудоустройстве. Если человек не имеет профессии, какая сейчас востребована на рынке труда, то мы направляем людей на переобучение, на профессиональную подготовку. Также очень хорошее направление – это молодежная практика. Ведь молодежь после учебных заведений не всегда сразу берут на работу. Также в рамках программы 14 безработных жителей города смогли пройти переподготовку по специальности шивья-модельер. Еще 15 освоили профессию машиниста-экструдера. Особым спросом в Саране пользуются бухгалтеры. В октябре на трехмесячные бухгалтерские курсы направлены 16 человек. Айя Мамрина Жасла Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. На этом у нас все. Если у вас есть интересные новости, звоните на номер 420649 и смотрите наши новости на сайте телеканала. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин